Трудные места писания с библейским порталом Экзегет. Такой вопрос от наших слушателей и зрителей. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 21 стих. Почему Иоанн Претещев в разговоре со священниками и левитами отрицал, что он Илья, а Спаситель назвал его Ильей, которому должен прийти? Это в Евангелии от Матфея, 11-14. Ну, другой Евангелие, поэтому не всегда евангелисты одинаково все описывают, но здесь действительно явное противоречие, на первый взгляд. Итак, Евангелие от Иоанна, цитирую синодальный перевод. Когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты, он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. Ну, понятно, Христос, Мессия тот, кого ждут, и сразу, видимо, они это хотели узнать. И спросили его, что же, ты Илья? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь к Господу, как сказал пророк Исаия. А при чем здесь Илья? Илья, персонаж Ветхого Завета, давно умер. Ну, или не совсем умер, был вознесен на небо. И поэтому, кстати, было такое представление, что Илья должен вернуться. И действительно, в книге пророка Малахии упоминается в самом конце возвращение пророка Ильи перед пришествием Господа, перед наступлением Дня Господнего, и пророк Илья должен будет приготовить наступление этого дня. И вот смотрите, мне кажется, этот диалог у Иоанна вполне ясно показывает, что они уточняют авторитет и полномочия Иоанна. Они фарисеи, и священники и левиты, простите, здесь не фарисеи, здесь священники и левиты, для них крайне важно предъявить свои документы. Вот можешь ты так себя вести или нет? Ты кто, Мессия? Христос? Он говорит нет. А, Илья, который готовит пришествие Мессии, он говорит нет. Пророк, то есть кто-то, ну, в принципе, тоже можно понимать, пророк, который должен предшествовать явлению Мессии, или какой-нибудь самостоятельный пророк, тот говорит нет. Ну, так кто же ты, как нам тебя охарактеризовать? Он говорит, я глаз выпьющего в пустыне, то, что сказал пророк Исаия. То есть неважно, какую вы мне дадите оценку, важно, что я говорю. У меня нет бумаги, ну, тогда была, конечно, не бумага, а папирус, но неважно, нету какого-то такого знака, который обязывает вас верить мне за то, что я такой, потому что у меня там есть некоторый статус, потому что я там кто-то особенный, да, совершенно ничего этого нет. Но выслушайте то, что я вам говорю, потому что Господь идет, и вот Он впереди меня, идущий за мною, да. Что же мы читаем в Евангелии от Матфея, 11 глава, тоже синодальный перевод. Иоанн же, услышав темницы о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или нам ожидать другого. И сказал ему Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат. То есть Христос тоже не отвечает, я Христос, он говорит Иоанну на его же языке, да. Ну, конечно, Матфей писал раньше Иоанну, я не могу сказать, что он прямо оттуда цитирует, но похожий подход, дело не в том, как я себя назову, посмотри и поймешь сам. Ученики уходят Иоанну это передать. Иисус начал говорить народу об Иоанне, что смотреть, ходили бы в пустыню. И дальше он уточняет, что вовсе не человека, носящего мягкие одежды. Что же ходить, смотрели бы пророка, да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано все, я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Дальше он говорит о величии Иоанна и завершает этот разговор словами. Если хотите принять, то он есть Илья, которому должен прийти. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Если хотите принять, он есть Илья. Нет бы попросту сказать, он или я. Если хотите принять. Вот смотрите, можно же это очень по-разному понимать. Вот явление Ильи, он пророк Илья на огненной колеснице с неба сейчас спустится, и прямо все вот такое будет зрелищное. Нет ничего подобного. Приходит Иоанн, который физически, конечно, другой человек. Иоанн, а не Илья, он родился в другое время. Он не с неба спустился, он вырос, ушел в пустыню проповедовать. Но если вы готовы согласиться, что Илья не обязательно приходит в колеснице с неба, а вот пророк равный Илье, подобный Илье, действующий как Илья, рождается в другом поколении заново, и в этом смысле он приходит снова, то тогда Иоанн и есть Илья. Неважно, какой вы статус ему придадите. Важно, чтобы вы, имея уши слышать, услышали. Вот оба отрывочка при всем своем внешнем несходстве, они говорят об одном и том же. Есть стремление выстроить все по ранжиру, дать каждому медальку в зависимости с его заслугами, там погоны со звездочками. Да, вот кто у нас кто, где у нас кто имеет какие полномочия. И Он креститель, и Христос, говорят, дело не в этом. Дело в том, что эти люди сообщают, какую весть они несут, что Бог через них открывает нам. И вы готовы это принять, готовы вы это услышать или нет? А заниматься вот этим ранжированием, ну, Иоанн, правда, им занимается, он говорит, тот, кто позади меня, он впереди меня, да, он говорит, я ему уступаю. Но, опять-таки, он не дает никаких глобальных оценок, не устанавливает некую табель о рангах. Он говорит о своих отношениях с Иисусом, который вот сейчас будет явлен. И этот эпизод, кстати, с разговором пророк ли ты или я ли ты, он предшествует появлению Иисуса, да, и показывает, что с самого начала и Иоанн Креститель, и Иисус, они не стремятся к признанию на официальном уровне, не стремятся к тому, чтобы им присвоили некий статус и обращались в соответствии с этим статусом. Они стремятся донести до слушателей то, что Бог хочет им сказать, и они стремятся совершить то, что они должны сделать. А вот примите вы это, не примите, как вы назовете это все, это, в принципе, ваш собственный выбор. Субтитры создавал DimaTorzok